Борьба началась сразу после парада и торжественного открытия первенства. Юные спортсмены готовились к отборочным соревнованиям основательно, так как помимо путевок на краевое первенство в составе сборной команды города-курорта 10 спортсменов представят Анапу на турнире городов воинской славы в северной столице нашей Родины. Турнир традиционно проходит в Санкт-Петербурге накануне Дня Победы. Он получил статус международного после того, как заявку на участие подали самбисты США, как страны, принимавшие участие в борьбе против фашизма. В прошлом году Анапчаи не вернулись из Питера абсолютными победителями. Это как бы стенка на стенку было. И мы каждый по одному встречались и потом подсчитывали очки и победители. Финальный поединок я проиграл, потому что там что-то не хватило, где-то не дотренировался, и поэтому проиграл. А так парень очень хороший был, сильный. Там очень было трудно побеждать, потому что все были очень подготовлены, настроены на этот турнир. Этот турнир очень ответственный был. Но мы победили, несмотря на что. Ведущих спортсменов в преддверии нового 2014 года чествовали в администрации города-курорта. Мэр Сергей Сергеев отметил, что наши спортсмены-самбисты должны отправиться на следующий турнир в единой форме. Ведь они будут стоять на торжественном открытии в почетном первом ряду, как победители турнира 2013 года. Так что им надо помочь образцово экипироваться. Иван Терещенко, воспитанник спортивной школы номер 4, в прошлом году успешно выступил на международном турнире «Победа» в весовой категории до 84 килограммов. Отлично проводит бои на отборочном этапе и уже заслужил путевку в сборную Анапы. Он серьезно настроен сделать спортивную карьеру. Турнир, да, был сложный по воинской славе. Мы первую встречу выиграли 7-3, вторую мы выиграли встречу 8-2 и финал был легче, чем все предыдущие встречи. Пока школу заканчиваю, потом в спортивный институт поступаю. И там уже отучусь и буду тренером. В сборную Анапы вошли воспитанники спортивной школы номер 4, кандидаты в мастера спорта по дзюдо, Руслан Аскеров и Георгий Сулавко. По результатам этих соревнований «Тройка» победителей поедет в марте в Армавир на первенство Краснодарского края. Далее спортсменов ожидает первенство Южного федерального округа, первенство России, после которого победители выступят уже на европейском ковре. Лариса Басова, Максим Лагоша, Анапрегион.